Доброе утро, дорогие мои! Огромное благословение Господне каждому из вас! Благословляю ваш день, начало этого дня. Благословляю ваш неделю и этот месяц. Я верю твердо, что до конца этого года Господь коснется вас. Аминь! Сегодня четвертый день, с вами Самсон Ачампан. Мы говорим о том, что Бог больше, и сегодня мы говорим, что Он может все. Мы говорим также об исцелении. Часто мы встречаемся в обстоятельствах, и мы видим в себе, что мы находимся в безнадежном положении. Безнадежное положение, потому что мы не можем себе самому помогать. Мы не можем исправиться с теми трудностями, с которыми мы встречаемся. И нам нужна помощь. Говоря о том, что мы где-то, чем-то ограничим. И мы видим без исходности, мы видим, что наши способности и возможности ограничены. И нам нужно к кому-то обратиться, призывая помощь. Иногда мы обращаемся к врачам, это неплохо. Мы призываем людей, которые мы знаем, что они могут нам в чем-то помогать. И вот Библия утверждает, как мы уже начали утверждать наши сердца. Первое послание Иоанна, пятая глава, говорит о том, первый стих. Всякий верующий, что Иисус Христос от Бога рожден. Это великая тайна и великая премудрость Божия. Дела его неисследимы. Он утверждает, что если человек верит в Бога, и верит, что Иисус есть Христос, что-то с ним начинается происходить. Его дух возрождается. С ним, с Богом устанавливает контакт, связь. И этот вечный контакт говорит о том, что он приобрел что-то новое от Бога, которое называется жизнь вечной. У него появился доступ к самому Богу. И теперь его жизнь открыта для Бога, чтобы Бог мог войти в его жизнь, вмешиваться в хорошем смысле и благословить его. Благословить значит изменить положение во благо, чтобы ты получил нечто прекрасное, замечательное, чудесное в твоей жизни. То, что вас радует в твоем сердце, то, что принесет удовлетворение, то, что побуждает тебя желать жить больше, в радости, силе, здоровье и крепости. Халилюя! Слава Богу! Поэтому он говорит, что ты рожден от Бога. Каждый, кто рожден, имеет право на жизнь, имеет право на радость, имеет право на здоровье, имеет право на успех, имеет право на просветание, имеет право быть счастливым человеком. Когда человек рождается, радуется окружающий или близкий. Так же Бог радуется, когда ты родился. Именно путем веры в том, что Иисус есть Христос. И вот, что еще мы приобретаем? Он говорит, что «Всякий, рожден от Бога, побеждает мир». Победивший мир, вера наша. Что Бог делает? Он дает нам инструмент, нашей же верой, Он дает нам инструмент для победы. Жизни нам приходится преодолеть трудности, нам придется побеждать, иметь это чувство победы, а не поражения. Бог заинтересован, чтобы его дети не проигрывали и не терпили поражения. Чем бы они не занимаются по его воле, дети, которые идут по его слову и верят в него, он ведет их только к победе. Победе везде и во всем. Аллилуйя. Поэтому хочу, чтобы сегодня вы знали, Бог даст вам отрежать победу. Победа уже установлена, а вам и мне надо войти и жить им, проявить эту победу, демонстрировать эту победу реальной, практической жизни. Бог хочет, чтобы ты и я, мы ходили и проявили победу. Аллилуйя. Ноги созданы для того, чтобы ходить. Руки созданы, чтобы чем-то заниматься. Глаза созданы, чтобы мы видели. Уши созданы Богом, чтобы мы слышали. Нос данным Богом нами, чтобы мы смогли дышать. Язык и зубы, чтобы мы смогли жевать и передать телу наше, то, что входит в наш род. Это замечательно. Все, что внутри нас и Бог дано нам, они имеют предназначение, имеют конкретные цели. Ради чего Бог создает? Нет ничего в твоей жизни, которое Бог просто так создает. без смысла. Нет. Ты важен, и все, что касается вас, очень важно. Вот, я хочу, чтобы мы понимали, что поэтому победа, это природа Божия, которая передана, что Он победит, и ты в Нем побеждай. Именно той же верой, которой мы верим, что Иисус есть Христос, и с этой мы возродились, эта же вера помогает нам отражать победу, помогает нам ежедневно ходить постоянно, всю жизнь в победе. Халилюя. Возможно? Возможно. Я хочу обратить наше внимание, как эта вера приходит. Согласно Риллианам, 10 глава, 17 стих, вера же от слышания и слышания Слова Божия. Только Его Слово дает нам такую веру. Другими словами, когда я слушаю Слово Божие, в Его Слове есть вера. Она выозвобождается, когда я слушаю Его Слово. Как важно нам с вами постоянно уделить время на слышание Слова Божия. Если есть человек, который слышит меня сейчас, не важно, в каком состоянии ты находишься, но вы хотите обрежать победу в вашей жизни. И не только периодично, но постоянно, значит, вам нужно постоянно слушать и слышать Его Слово. Слышать Слово Христово, Евангелие, Госпожа Христа. И когда ты будешь слышать, оно будет выводить тебя на то сфере твоей жизни, там, где тебе нужно, вы освободите свою веру на победу. Слово откроет вас, даст вам понимание. И когда вы получаете это понимание, даже прямо сейчас вера вы освобождаете и ты говоришь, о, я могу, о, я могу, о, Бог создал не до победы, не до поражения, болезни, и имей право мне поразить. Я должен победить болезнь, я должен победить вирусов, я должен победить обстоятельства, я должен победить нищите, я создан с любовью жить в любви, а не в ненависти, не отчаянии, не разочарования. Бог создал мне с любовью для любви, халлилуйя. Поэтому моя сила, моя вера, моя любви во кресте Иисусе. Чудово, прекрасно, халлилуйя. И вот, я хочу, чтобы мы поговорили с одним человеком, который приходил к ученикам Христа и потом пошел Иисус. Мы находим этого человека в Иоанна Матфея 17 глава 14 стиха. И вот история об этом человеке. Когда они пришли к народу, то подошел к ним человек, преклоняя перед ними колени, перед ним колени, и сказал, Господи, помилуйся сына моего, он новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же отвечает, сказал, о, род, неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и без вышел из него, и отрак исцелился в тот час, тот час. И запретил ему Иисус, и без вышел из него, и отрак исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине спросили, почему мы не могли изгонять его? Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичной зорно, и скажи горе это, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Халлилуйя! Халлилуйя! История такова, мужчина приносит своего сына, ребенка к ученикам Иисуса. Почему? У него есть ожидание, он верил, что если я встречусь с учениками, люди, которые идут за крестом, они мне помогут, у них есть что-то выше, чем у меня, они движутся к естественным, их вера способна творить, сотворить, кто-то внутри не больше, но оказалось, что когда он привел их, ученики не могли, почему? Иисус объяснил, неверие, они не верили, что в них есть Бог, и Бог, который в них больше, и их вера способна что-то менять, но этот человек не остановится, не сдаваться, человек, который стремится к победе, за свое здоровье, за свою семью, за свою работу, он никогда не сдается, он никогда не доводится, я питался, я устал, нет, он идет дальше, если ты устал, и не находишь помощь, не останавливайся, пусть следующая зубинка будет Иисус Христос сегодня, не завтра, не отлагай эту встречу с Иисусом, и он подошел к Иисусу, Иисус спрашивает, в чем дело, он говорит, у меня сын, когда новолуние, бесы, мучить его, он тяжело, тяжело, тяжко страдает, добрый отец не хочет видеть страдания своего сына, никакой любящий отец, родитель, хочет видеть, как дети мучаются, мучаться, и это отец ищет выход, и нашел Иисуса, моя молитва, чтобы ты сегодня нашел этого прекрасного Иисуса, И он обратился к Иисусу, и он говорит, я пришел к твоим ученикам с ожиданием, но вы, ничего не получили, поэтому я к вам, Иисус сразу обращается к твоим ученикам, о, род неверный, развращенный, как долго я буду с вами, как долго я буду теперь при вас, это вы должны быть делать, вы со мной, и вы должны быть помогать этому человеку, все следующие, создавшие со мной, они имеют власть, делать то же, что я делаю, но Иисус сказал мальчику, без которых в нем, выкоди, и без ушел, и мальчик моментально, тотчас, исцелился, отец своего 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 сына, и с миром пошел домой, чудесно, история, но не заканчивая здесь, ученики не находили себе мир, искали момент, и когда Иисус был наедине с ними, они задали ему эту, это важный вопрос, почему мы не могли помогать этому человеку, одержать победу над бесом для своего сына, почему мы не смогли изгонять этого беса, Иисус сразу дает ответ, это проблема вашей неверии, я молюсь, чтобы сегодня выбирать верить, чем сомневаться, потому что когда вы верите, значит вы не сомневаетесь, а когда вы не сомневаетесь, значит вы верите, и ваша вера будет работать, и вот что Иисус сказал, если истинно говорит, если у вас будет вера с горчичной зерном, маленькая, маленькая, вам не нужна огромная вера, вам не нужна большая вера, вам нужна маленькая вера, я часто слышу, как люди говорят, мне нужна большая вера, у тебя большая вера, не не вопрос небольшая вера, вопрос сама принцип веры, она работает, не важно какая размер у нее, даже маленькая как гортичный зону, может сдвигнуть горы. И так Иисус сказал, если у вас есть такая маленькая вера, вот что я вам скажу, что вы можете сказать, горе семь, то есть, видите, как это бесы, любая проблема, перейди отсюда, туда. То есть, вы можете приказать проблеме горы сдвигнуть с одного места другого. То есть, вы можете сказать, бесы, уходи прочь вон, как Иисус делает, выходи, то есть, он выгнал их с того места, где они были, и послали их куда-то. То есть, вы можете также сказать, твоему ситуацию меняется с этого момента, с этого времени я меняю положение, я меняю положение, ноги, я меняю твои положения, ты будешь ходить, прямо сейчас, уши, меняй положение, ты будешь слышать, глаза, меняй твое положение, ты будешь видеть, мозг, меняй твое положение, ты будешь работать, мыслить, работать, сердце, меняй твое положение, ты будешь работать, клапан, буду работать, крови, буду чистой, руки, буду работать, печень, буду работать, меняй положение, грыжи, позвоночники, уходи против меня положение бол на пальце большой палец на правой ноге меня положение бол уходи палец будь свободный колени работай все боли бедра кости суставы уходи против ты можешь меня положить прямо сейчас лежащий на пастели я говорю тебе меня положение вставай и ходи во имя Иисуса Иисус говорит вы скажете поднимис переди переди отсюда туда аллелуя дай новое направление твои проблемы они не должны оставаться с вами твои болезни не должны оставаться с вами дай им новый маршрут уходи отсюда туда переди отсюда туда уходи вон прочь И он сказал На то, что я хочу Сегодня обратить наше внимание И ничего Не будет невозможного Для вас Он не сказал для меня Для тебя Если вера будет Как гаджичное зерно И у тебя есть сейчас Ты веришь, что Иисус есть Христос Ты рожден от Бога Эта вера возродила тебе И ты стал детьми Божьими И написано, твоя вера побеждает Чья вера побеждает? Тот, кто верит в Иисусе Христу И сегодня твоя победа Восстанет над болезнью И твое исцеление Восстанет Твое здоровье восстановится Ты обновишься Ты изменишься к лучшему У тебя будет новое свидетельство И твоей жизнью Твое служение исцелится Души твои исцелятся Сердце твое исцелится Тело твое исцелится Меняем сегодня положение Хуже уходит Лучше приходит Болезни уходят Здоровье восстанавливается Во имя Иисуса Христа И он говорит Ничего Ничего Абсолютно Не может Быть невозможного Для Тебя Аллилуйя Для Тебя Дорогая моя Для Тебя Дорогой мой служитель Для Тебя Братьев мои Для Тебя Сестры Для нас Дети Божьи Нет ничего Невозможного Для нас Если Мы верим И наша вера Маленькая Как горчичное зерно Аллилуйя Слава Иисусу Хочу помолиться За вас сейчас Мы меняем положение Отец Во имя Иисуса Я молю за Мои дорогие Которые сейчас Смотрят на меня Я молю за Каждого из них Те которые Попозже будут смотреть Я молю Чтобы даже Это слово Господь Вне времени Касался их Вне времени Прикасался К каждому из них Я молю Господь Не завис От той состоянии Все кто Страдает Все кто В тяжелом положении То ли в больнице То ли дома Те которые Врачи Сделали все Возможное И уже Пришли Тупик И отправили их Домой Господь Я посылаю Твое слово Прямо в них И я говорю Болезни Уходи от них Прочь И больше Не возвращайся К ним Уходи Из их дома Уходи Из их тела Уходи Из их органов Во имя Иисуса Я провозглашаю Чудотворную Силу Креса Та сила Которую Воскресал Иисуса И смотрит Чтобы оживить Каждые Внутренние органы Ваши Каждые Члены Вашего тела От могущей Голова До подошвей Ноги Я молюсь Чтобы эти силы Проникли Прямо В душе Ваше Очищая Избавляя Освобождая вас О всякой Боли Боли Прошлого Боли Настоящего Во имя Иисуса Христа И переводю вас Вместо мира Вместо исцеления Вместо покоя Вместо здоровья Вместо победы Ты призван Быть победителем Потому что твоя вера Сделает тебе Победителя Побеждать мир Верой Нашей Запомните Я заканчиваю Я помолюсь Ожидает у вас Свидетельство Потому что я тебе Я доверю Что что-то Переставляли Бог что-то Переставлю В твоей жизни Ты поверишь Это мужчина Не сдался Ты не сдался И Господь Это сделал Господь Это сделал Прямо сейчас Прямо сейчас Бог исцеляет Кого-то От катарата Катарата Бог исцеляет Тебя Ты молодая И Бог исцеляет Ты должен видеть Возраст Пятьдесят Шесть лет Ты не можешь Быть слепая Бог тебе исцеляет Пиши И дай знать Что ты стал видеть Халлилуйя Бог меняет Ситуацию Прямо сейчас Представляет вещи И я побуждаю Каждого из вас Пригласите Ваши друзей Завтра Девять Тридцать Ровно Девять Тридцать Я вас буду ждать Те которые нуждаются Где бы они находятся Дай им подключить Если Мы призваны Для такой победы Мы должны идти В победе Да благослови Господь Бог Помните Бог больше Тот кто вас Больше Тот кто в мире Вы обличине На победу Ваша жизнь Обличине На победу Ваша вера Ваша сила И вера ваша Изменит вас Изменит ваши положения Да благослови Господь Бог До встречи С миром Божьим Аминь